По палатке и для всего, чтобы показать, что территория земля тоже занимается банком конкурсии. Да, вот, да. Галина. Все. Так, не будем снимать. Регистратор, романок, не может, они перебирают. Регистратор, романок, не может, они перебирают. Регистратор, романок, не может, они перебирают. Палатки вы считаете, что этого недостаточно. Палатки нет, вы имеете право... То есть весь Майдан, два Майдана, два Майдана стояли на основании поведомлений о проведении митинга. Это было законно. А при Пилатове это незаконно. Причем тут Филатов, не Филатов, я делаю свою работу. Подождите, даже Майдан, Майдан не разгоняли управление по контролю за благоустройством города. Мы делаем правильно свою работу. Правильно под руководством Филатова. Причем тут под работой Филатов, мы инспекциями имеем право лучше. То есть мирный митинг. Нет, вы все находите, общайтесь, мы вас не прогоняем. То есть палатки не должны стоять? Нет, нет документов. А что по поводу акустики? Надо тише сделать. Тише? Немножко тише сделать. А какие нормативные документы регламентируют? Звук, шум? Да, не больше 40. Так подскажите, номер, статья, закон. Я сейчас не готова. Вы должны руководствоваться нормативными документами. Нет, в первую очередь стоит палатки. То есть вы не знаете ни закон, ни часть, ни статью нормативного документа, который регламентирует уровень шума, и вы требуете в этот момент же... Нет, сейчас приедет другая команда, которая именно специалисты... А, и еще другая команда приедет. Люди, которые занимаются звуком. Мы звуком не занимаемся. Есть специалисты, у вас по звуку, правильно? А вот руководство службы безопасности банка «Конкорд», которое вызвало управление по контролю за благоустройством города. Ну посмотрим, как вы сегодня разводите митинг в центре города. Да ну как же, вы мне сказали, что сейчас будут муниципалы, детушки. Но вы мне лишь договорили. Сказали, Константин, по-хорошему тебя просим уйти. Палатки забрать. О, палатки, не более. Вы же видели поведомления о проведении митинга, где указано, что будут использоваться палатки. Это вы читаете нормативный документ? Ознакавливаетесь с матчастью? Как же так? Вас неподготовленный Борис Альбертович отправил к нам, к юристам. Вы же хотели пока... Подскажите, подскажите мне, да. Я дважды юрист, имеющий два высших юридических образования, все хочу узнать у вас. А вот полиция стоит на противоположной стороне, которая уже готова фиксировать якобы наши нарушения. Вот эта группа, хотел сказать, разгоняет в городе все стихийные рынки. Главное, было бы действительно это стихийными рынками. Бабушки торгуют городиную, петрушкой, укропом, помидорчиком, огурчиком, ягодами, фруктами. Вот эти люди по указанию Филатова, запомните эти лица, разгоняют пенсионеров, бабушек, дедушек, которые торгуют возле магазинов, на аллее, возле рынка. Бабушка, которая не может оплатить коммунальные услуги. Вот эти вот ребята собирают поборы с этих бабушек и дедушек и разгоняют их. Вот сегодня эту черную сотню филатовскую прислали к нам. Хотел бы сказать, что большинство из этих ребят это бывшие гаишники. Стояли раньше с жезлом на дороге, а сейчас Филатов бывших гаишников собрал к себе. И они работают в управлении по благоустройству города. Вы мне назовете закон, на который вы ссылаетесь, и статью, молодой человек, вы же там ознакомливались. Вы назовете название нормативного документа. Вы мне обещали назвать название нормативного документа, часть, пункт, статью, который вы будете нам запрещать в мирный митинг. Назовите, пожалуйста. Вас Филатов прислал сюда разогнать, но он вам не предупредил, что здесь есть, вас не предупредил о том, что здесь есть юристы профессиональные, адвокаты. Вам это говорили? Адвокаты, адвокаты, адвокаты. Вы собираетесь разгонять митинг, на основании чего? На что вы ссылаетесь? Вам заплатили деньги банки, конкорд, соседка заплатила, Мишалов попросился у Филатова. Называйте номер документа, название документа. Вот вы будете палатки убирать, колонку выключать, название документа нормативного. Что, забыли? Филатов с Лысенко не подсказали. Филатову больше не быть мэром. Этот подонок пытается здесь 37-й год в Днепре сделать. Не будет. Демократии нет. Все мои билборды запретили в городе. Рекламы нет политической моей. Валерий Николаевич, у вас музыка, дети ходят, вот я от детишек. Что? Музыка горет, дети ходят, вот чуть-чуть тише. Тут вообще-то строительные работы. Понятно. Если бы действительно вы за детей переживали, за свой карман переживаете. Что Филатов вас выгонит, что вы не справитесь с задачей. И других бывших гаишников наймёт. Или перкутню бывшую. Что, советуйтесь? Не знаете, как нас разогнать? Через суд обжалуем все ваши действия. Поверьте мне, сидеть будете все на нарах. Расскажите лучше, как вы палили документацию у себя в офисе. Расскажите всем, как вы палили с Морозом вместе документацию у себя в офисе. Чего вы палили её? Пожар у вас. Чего произошёл в офисе? Замыкание. Просто у вас там произошло замыкание. Бухгалтерия вся сгорела. Всё целое. Только КРУ не пускали. Почему так? Почему вы КРУ не пускали? Первое раз слышу. Да. Украин. Зато в allez ГРУ. Зато в нем ами, дороги. Веди до перца в него. Веди до серца в него. Да вы им пуры витры покажите. Да вы им пуры витры покажите. Шами в казке su чеил. Шами в аналитии. А из-за новой облака паточка кроя. Презискан альцам, ой, облака паяточка с хейер. Бухгалтерия губ daughter. Горами в валюту. С阿ers2 в тайну полупал. Вот такие вимоги грамадскости. Вимоги грамадскости. А вот это группа документирования. Сегодня они сфальсифицировали в отношении нашего активиста административный материал якобы по совершению мелкого хулиганства. Но они не знали, что такое мелкое хулиганство. Что оказывается, во время мелкого хулиганства нужно брониться нецензурной бранью, нарушать общественный порядок. Они этого не знают. Материал составили по указанию Николая Ткаченко, родного брата начальника коммунального предприятия «Муниципальная варта Днепра». То есть действует исключительно по указанию мэра Днепра Бориса Филатова. Это исключительно политическая расправа. Мы сегодня ждем в задержании наших активистов. Сказали, что в бабушкинском суде судья Татарчук, которая арестовывала меня во времена Януковича в 2011 году, уже готова выносить незаконно административные аресты, потому что ей помогли пройти аттестацию. Поэтому вот сейчас мы ждем провокации со стороны муниципальной варты, полиции, управления по контролю за благоустройством города. Сейчас тетушек стягивают. Сегодня были тетушки с территории закона. Это бывшие наркоманы, алкоголики, люди, которые просто с ними невозможно стоять на близком расстоянии, потому что резкий неприятный запах от них. Бывшие бесхатчинки. Вот сейчас отступают временно сотрудники управления по контролю за благоустройством города. Пока они не понимают, каким образом можно запретить наш мирный митинг, но ждем прибытия муниципальной варты, ждем неадекватного действия работников полиции, в том числе патрульной полиции. Вот сейчас они советуются, курят в общественном месте. Это у нас лица чиновников, которые следят за благоустройством города. Напоминаю, бывшие гаишники стояли на трассе Днепр-Новомосковск с палкой. Сегодня они уже у Филатова работают в управлении по контролю за благоустройством города. Но умеют собирать деньги в карман Борису Альбертовичу. Борис Альбертович собирает деньги на свою новую избирательную мэрскую компанию. Вот они помогают ему в этом деле. Они его кошелек. Снос киосков, снос рынков, отжатие бизнеса. Вот эти вот... Вот эти люди стоят за этим процессом. Бывшие гаишники отбирают у людей бизнес. У нас еще нет выборов, а уже запрещается политическая реклама, запрещается деятельность общественных организаций. Филатов с марта месяца запрещает мне даже поздравлять Днепрян с праздниками. Ни один оператор наружной рекламы в городе не хочет размещать мою политическую рекламу. И даже поздравления Днепрян с праздниками. Вот эта банда, гляньте, эта банда отступает. Они не понимают пока, как им действовать. Они советуются, видите, все разговаривают по телефону. Нам поступила информация, что Елена Соседка вместе с ее экс-супругом Вячеславом Мишаловым Вчера созванивались с мэром и просили его за любые средства разогнать этот митинг. Вот на каких автомобилях приезжают работники управления. Вы видите, вот их. На Субару, на Киа. Вот такие у нас бедные чиновники. В декларациях, разумеется, ничего это не отражено. Но, когда приходит к ним КРУ, они делают поджоги у себя в офисе. А вот это бывший мусор. Раньше работал в милиции. Людей пытал. Вот это бывший мусор. Сейчас он возглавляет службу безопасности банка «Конкорд». Бывший мусор, который пытал людей дубинками, бил, избивал. Люди у него выпрыгивали со второго этажа. То есть подонок сейчас банки «Конкорд» возглавляет службу безопасности.